Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова у меня домашний влог, как, наверное, у многих, как у всех. Блин, волосы так не покрасила, ну ладно, что-то мне некогда. Всё, вот. У нас снова сегодня выглядывает солнышко, вроде как обещают потепление, так что вообще отлично. А выходные у нас в стране продлили до 30 апреля. Ну, пока не точно, что до 30, но всё может измениться, но да ладно. Вот, мне только интересно, до 30 апреля учиться дети как будут, не будут до этого времени? Ну, мы, понятно, учимся по инициативе нашей учительницы, а вот остальные дети, ну, у кого не такие инициативные, скажем так, старшеклассники, например, как вот мне интересно, кому кто в институт будет поступать, как вот это вот всё? И вообще, как в институты будут поступать дети? В общем, это непонятно мне, если честно. Ну, ладно. Что сегодня у меня во плану? Всё как обычно, девочки, и всё как всегда. Муж у меня вчера был дома, сегодня уехал на работу, обещал всего лишь на несколько часов, но это же как всегда. Кстати, говорят, что проснулись клещи. Вот. Ну, по крайней мере, у нас в Ленобласти, говорят, уже ходят, говорят, что проснулись клещи. Так что, девочки, ну, всё равно никто никуда не ходит, но если вы ходите куда-то гулять в лес, живёте в пригороде, будьте очень аккуратны. Так что, так что вот, сейчас пойду готовить обед, как всегда, потом буду готовить ужин. Ещё надо сегодня постирать, погладить. Всё как обычно. И, кстати, помните, в прошлом видео, или в каком уже, не помню, я вам показывала базу моих детей. В общем, они у нас перебазировались в другую комнату. И база немножко видоизменилась. Добавилась картонка, кресло. Ну, там тоже куча всего важного. У меня просто младший пошёл спать. Старшие уроки делает сейчас. Думаю, дай-ка покажу вам новую базу. Вот. Новое место дислокации. Так что вот. А так они, да, у меня, кстати, всё время очень любят строить вот что-то подобное. Постоянно таскают всякие подушки, пледы и тому подобное. Вот. Разные вариации. У них, кстати, как-то пробовала покупать палатку. В итоге палатка стояла просто так. Вот. Ну, знаете, такую детскую. Вот. С палаткой как-то не так интересно, когда можно тут соорудить всё, что вам нужно. Видите, швабра в ход пошла. Чего тут только в ход не пошло. В общем, они тут сидят. Видите, там, водичку себе брали, там, яблочко я им туда давала. В общем, развлекаемся как можем. Ну что, снова я сварила два супчика. Вот это у меня грибной суп. Из сушёных грибов, которые мы собирали сами. И здесь у меня подберёзовики. Сушёные вот перловка, картошка, ну, обжарка, морковка, лучок. И сушёный укропчик у меня здесь. Лавровый листочек. Ну, и специи. Соль, перец. В общем, всё как обычно, да. Мальчикам своим, детям. Они у меня грибной суп не едят. Вот сварила вот этот супчик с лентовской лапшой. Вот это вот очень вкусно получается. Они очень его любят. Поэтому им сварила. Я сварила им побольше кастрюльку. Потому что потом, если что, он муж доест. А грибы сушёные. Вот они у меня вот в таких контейнерах. Я их как-то давно покупала. Не помню уже где. Вот. И вот у меня один закончился. Вот у меня ещё второй есть контейнер. Здесь подберёзовики, девочки. В принципе, практически все подберёзовики. По-моему, подосиновики ещё есть. По-моему, подберёзовики. Они у меня вот так вот крупные. Я их, прежде чем... Я не знаю, пригодится это кому-то или нет. Прежде чем в суп, то есть я их отвариваю отдельно. Перловку отвариваю отдельно. Потом мелко режу. И всё уже кладу в супчик. Из сушёных грибов, вот таких вот, я варю только суп. Больше их никуда не использую. Поэтому у меня, в принципе, надолго их хватает. И грибной суп не так часто я варю. Только если на выходные. И то по настроению, скажем так. Вот. Так что вот такие вот... Вот такие вот у меня грибочки. Вот такой вот вкусный супчик со сметанкой. Он будет вообще самое то. У меня сейчас хорошо, девочки, на каникулах. Точнее, на выходных, которые до 30-го числа. У меня сейчас все запасы подъедят. В морозилку мою всю. Все мои заморозки. Но это и хорошо. Летом, осенью буду запасаться снова. Вот так вот такой вот вкусный супчик. Я знаю, что не у всех растут такие грибы. Многие мне писали. Вот. Поэтому. Поэтому, да. Так что, девочки, осенью идем в лес. Снова. Сейчас у меня приехал муж с работы и привез мне, девочки, мой заказ с Алиэкспресс. Я все протерла. И все упаковки уже выбросила. Тут будет помогать мне моя котечка. Касперюша. Касперюшечка. Душечка моя. Ну что ты такой? Ну что ты такой у меня сладенький? Я же тебе мяско дала. О, вредный. Касперюшечка. Ты хороший мальчик. Да? Вот хороший. Лежит тут. Вот. В общем, все вот это мне пришло в одном пакете. То есть, это были разные продавцы. Но упаковали все в один пакет. То есть, от разных продавцов в своих пакетиках и в отдельный пакет. В общем, вы поняли, наверное, да? Я вам показывала, помните, я вот такую салоха, это вообще называется. Вот такую повязку заказывала с Вальберис. И я вам говорила, что качество, ну так себе. Да, у меня уже где-то здесь начали торчать нитки. Видите? То есть, она постепенно вот начинает расходиться. И внутри вот такая вот проволочка. Это я ее еще не стирала. То есть, я вам говорила, что качество не очень. Соответственно, внутри вот здесь вот край не обработан. Видите? И он расползется. То есть, стоила она 300 с чем-то рублей. Я, если честно, точно не помню, сколько, но 300 с чем-то рублей. И я заглянула, когда я получила, заглянула на Алиэкспресс. И увидела, что все тоже добро стоит в районе 100 рублей. Тем более, сейчас же там день рождения, вроде у Алиэкспресс. Вроде бы и курс доллара не так сильно на цены повлиял. В общем, я заказывала еще до повышения курса доллара. Так что да. Я заказала вот точно такую же, да, что внутри проволока. И просто идет ткань. Только вот такую черную. Здесь бананчики. На самом деле, когда вы надеваете на голову, уже не видно, что это бананчики. Единственное, что здесь вот. Видите? Но это можно спокойно обрезать, подпалить. И вот это сделано как бы из синтетической шелковой ткани. А вот это сделано из хлопковой ткани. И вот это плюс. Вообще, если будете покупать, обратите внимание. Когда волосы распущены, а вот это держится. Когда собраны в гольку или в хвост, вот это начинает сползать. А вот это держится хорошо, так как она хлопковая. И получается, хорошо держат волосы. Но она, соответственно, тоньше. Дальше. Я себе заказала два ободка. Один вот такой. Ой, слушайте, мне он так понравился. На самом деле, очень классный тем, что внутри. Вот видите, вот такие зубчики идут. Вообще никуда не слезает. Ничего. Здесь вот тоже заделано, сшито вот это все дело очень качественно. Единственное, что вот здесь вот видите, вот этот бантик никак не обработан, край. Ну, не знаю, будет распускаться или нет. Но цена, за которую я отдала, да, соответственно, не такая уж и большая. Большая. В общем, вот такой ободочек, очень симпатичный. Мне очень понравился. Вот для того, чтобы ходить дома, что-то готовить на кухне, мне кажется, вообще супер. И еще заказала вот такой, типа из кожзама, типа из кожи. На самом деле, очень качественная вот эта ткань. Реально, девочки, как будто бы это кожа. Но это, правда, не кожа, но выглядит как кожа. И такая мягенькая-мягенькая. Прямо обалдеть. Нигде не поцарапано ничего. И внутри уже нет вот этих зубчиков. Просто вот такая вот ткань. Сделана вот так вот. Сделана тоже. Смотрите, все ровно. Даже ниток нет. Торчащих. Вот. И вот здесь вот это просто такой вот, ну, как бы чехольчик, да, одет, чтобы не натирала. Очень классно. Мне понравилось. И вот к этому ободку, вот к этому, продавец положил в подарочек вот такую резиночку. С яблочком. Супер. Очень приятно. Так. Дальше я заказала себе повязки на голову. Тоже очень классная тема. Летом так вообще будет супер. Они просто обычные. Тоже идут вот с таким узелочком. Вот здесь вот. Одна вот такая темненькая. Сделана, как, знаете, вот такая, как шифон, что ли, да, это называется. Вот такая платочная ткань. Очень симпатичная. Очень симпатичная, девочки. Особенно вот эта мне вообще очень понравилась. Классная повязка. И вторая уже такая более летний вариант, скажем так. Вот такая голубенькая с розовыми цветочками. Точно такое же качество. И вы посмотрите, даже нитки не торчат. Вот. Так что классно. Но на голове держится вроде бы хорошо. Потом поношу, посмотрим. И две вот такие тоже смешные. Не могла выбрать, какого цвета я хочу. Красного или черного. Поэтому взяла оба. Вот такие вот тоже. Так что вот такие вот у меня повязочки теперь на голову есть. Очень классные они на самом деле вот эти тканевые. А вот тут только ниточки торчат. Но это внутри получается, да. Вот. Но показываю, как есть, девочки. Беспрекрас. Все покупала на свои денюжки. Ничего мне никто не присылает. Так что, да. Вот. И еще заказала вот такие вот маленькие резиночки. Я люблю их использовать, когда делаю... Ну, как это, прическа? Мальвинка по-другому называется, да. Единственное, что они одноразовые. У меня уже были точно такие же прозрачные. Но прозрачные на черных волосах очень сильно заметны. И их не нужно снимать. Их нужно просто, получается, сильно растягиваете. И она разрывается. И все. Потому что, если вы будете ее стягивать с волос, то стянете вместе с волосами. Какие-то волосы повыдергаются. Поэтому я этого не делаю. Я просто... Ну, когда снимаю, я просто вот так вот. И она хупс. И разрывается. То есть, они такие одноразовые для меня. Здесь не помню, сколько штук. Много. Такая веселая боковочка. И заказала вот такие бабочки. Они есть у них там в серебряном цвете и в золотом. Но я не думала, что они такие будут большие. Я почему-то думала, что они будут маленькие. С другой стороны, тоже классно. Вот такие они идут. Тут зубчики. Тоже подубрать волосы. Или вот сзади убрать мальвинку и вот так вот одеть. Каспар, давай мы тебе примерим. Вот так вот. Вот видите, как они выглядят. Каспар-то красивый. Что пристала хозяйка. Надо его повычесать немножко. А то он у меня скатался. Кошку сейчас вычесываю. Кошка не дается. Засранка такая. Тоже как бы не особо им нравится им обоим. В общем, вот такая вот. Их здесь идет 6 штук в упаковке. И все они вот такие большие. Ни одна не помялась. Хотя они были просто в пупорчатой бумажке. Но можно немножечко крылышки вот так вот под. Ну как бы да, чтобы она не плоская была. Немножко вот такая. Так что вот такие вот я себе заказала красивости девочки. Ну красотка же. Ой, слушайте. На самом деле вот смех с мехом. А мне так нравится. Вы себе не представляете. Понятное дело, что по улице я в таком ходить не буду. А вот по дому в огород. Вот самое оно, кстати. Я обожаю. Еще губы красной помадой накрасть. А вообще огонь. Так, давайте другую померю. Вот кожаная. Кожаная вообще мне нравится. С распущенными волосами будет очень. Ну волосы черные. Я их подкрашу потом. С распущенными тоже как-нибудь вам покажу. Но очень она мягенькая. Хорошо держится. Вот эта вот повязочка. Вот. Тоже, кстати, хорошо не съезжает с волос. Хорошо держится. Конечно, надо с распущенными волосами показывать. Но не покрашено, не уложено. Девочки, так не хочется, честно. Распускать свои локмы. Вот. Ну очень симпатично. И вот еще вот эту серенькую одела. Вот это вообще хорошо держится. Потому что хлопок. Вот видите, она как смотрится. То есть этот богорок не такой уж и сильный. Так точно такая же, только красная у меня. Вот. И чтобы вы понимали, вот эти вот заколочки, они вот. Видите, какие. На черных волосах будет симпатично смотреться. Я не знала, какие мне золотые или серебряные. Решила золотые взять. Сидим, занимаемся. Да, Владуся? Он маленький у нас. Учится писать. Красиво. Циферки, палочки. Да? У тебя получается? Покажи, какая у тебя ручка красивая. Вот такая ручка с кисонькой. Вот мы пишем ей, да? Умничка. Ты стараешься красиво, да? Потом будем разукрашивать раскраску, да? Да? А старшеньки у меня тут дополнительную математику решают, да? Вот. 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 У меня 23 номер. Вот видите, получилось 24, а задание 24. Ага. Игры на 30 минут больше. Пока Лёва тут математику, может, циферки пописали, да? Теперь кого-то разукрашиваешь. Витя играет в компьютер. Горяк и Луана, да? Такую разукраску огромную. Это я ещё фикс-прайс её покупала. Привет. Привет, да. То, что нам пригодилось очень. А мы тут всё математику. До сорока. До сорока, да. Сидим, работаем. Ну, мы темночем. Да. Карандашки у него, да, вот такие. Фломастеры. С мишками, мимимишками, да? Да. Вот наше тут с Владиком художество. Красиво у нас Владик получилось? Ну, не уроняй фломастеры. Мама рисовала вот такую Бабу-Ягу модную. Посмотрите, какая девочки. Модная Баба-Яга у нас получилась. Да, Лёва? Тебе нравится наша? Да я модная. Ты модный, да? Да. Лёва, тебе нравится наша Баба-Яга? Мама, покажи мне, Лёвочку. Мы губы накрасили, ногти накрасили. Волосы правоседые оставили. И Белочка. Белочку Владик разукрасил. Умничка у нас, да? А Лёва уже у нас литературу делает. Да? А я ещё здесь. И лёвчик старается как можно. А я ещё палочку нарисовал. Ну, я очень чего нарисовал. Да, вот такие мы умнички работаем во всём. Хорошо, что у меня сохранились эти раскраски. Это уже вечер? Так что вот так вот, девочки, проходят наши дни. Я вам ссылочки на всё, что заказала с Алиэкспресс, обязательно оставлю внизу в инфобоксе. По поводу того, что боюсь, не боюсь заказывать с Алиэкспресс, как бы с Китая, да? Ну, у них, во-первых, пик вируса уже прошёл, это раз. А во-вторых, как бы, вот сейчас говорят, что 9 дней живёт на металле. Это на металле 9 дней живёт вирус. Мне пришло больше, чем за 2 недели. У нас Почта России не работает так быстро. То есть, мне кажется, пока Почта России довезёт, уже погибнет всё, что только можно погибнуть. Поэтому, как бы, как бы я насчёт этого не переживаю. Мне кажется, страшнее заказывать сейчас что-либо с Италией, Испанией, вот, то есть с Европы, да, и с Москвы. Конечно, Москва, Москва держись, да. В Москве, что-то совсем всё плохо у нас. Вот, ну ладно. Ну, всё будет обязательно хорошо. Все выздоровеют. И всем счастья, любви, здоровья. Обязательно хорошего настроения. Девочки, развлекайте себя по-всякому, по-разному. Я, кстати, пока готовлю, тут досмотрела «Секс в большом городе». Все, все серии. Вот прям с первой серии до, там, последнего сезона, последней серии. Прям вообще настроение поднимают они. Просто обалденно. Надо ещё отчаянных домохозяек посмотреть. Ну, или что-нибудь в этом духе. Вот, так что вот так вот. Ну, а на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.